Привет, лесяни, гости и жители моего сказочного леса. Это приспособление, чтобы держать телефон, когда я снимаю для вас разговорные видео, когда вышивка, и поэтому, видите, она вибрирует всегда, когда до стола затрагиваешься, и плавает картинка, вы, наверное, замечали. Трудно очень остановить. Так вот, я давно обещала снять видео о том, как я снимаю видео. Вот такая вот автология. Но уже не раз поступал запрос на эту тему в комментариях. И давайте уже, что уж скромничать и стесняться, поехали. Итак, я начинаю всегда съемку видео с прописывания сценария. Я это делаю иногда от руки, иногда в Word, на компьютере. Удобнее в Word, потому что, если мне нужна какая-нибудь информация, я сразу ее загугливаю, перерабатываю. Я никогда не просто не копипастю, там, Ctrl-C, Ctrl-V. Это неправильно, это воровство чужих текстов. Поэтому я перерабатываю, анализирую, синтезирую и выдаю уже другой, как это называется, уникальный продукт. Так вот, прописываю сценарий к ролику. Как правило, это сразу несколько роликов идет у меня, чтобы отсняться, вот, накраситься. Это второй этап. И как можно больше отснять и не думать больше, чтобы голова не болела лишний раз, чтобы у меня было много всего. В сценарий прописываю все от вступления до финала. В зависимости от темы, от концепции. Как правило, на болтологические видео нет сценария, потому что он уже есть. Он это вопросы авторов тега. И по нему я уже как-то шпарю. Дальше, что идет? Второй как раз пункт, это косметика. То, чего я очень не люблю и стараюсь... Ну, поскольку не люблю, стараюсь соприкасаться с этим как можно меньше. Я либо не накрашенная снимаюсь, либо по-быстрому там 20 минут, максимум 30 минут крашусь. И вот вы можете видеть даже примерно, какой косметикой... Это не доставляет мне такого удовольствия, прям вот как девочки-девочки бывает, и настроение у них повышается от этого. Нет. Я просто это делаю для работы. Потому что вот так лучше, так надо, так кожа лучше. Если я себя не чувствую, это, наверное, выглядит. Хотя с вот этим вот тональником, бибикремом корейским, оно как-то даже лучше стало само по себе. Он же и уход, по-моему, и косметика. Ну, в общем, вот такие вот вещи стала замечать. Далее у меня идет съемка. Съемка, если это влоговая, то я стараюсь менять, каждое какое-то время менять точки съемки, чтобы интереснее было смотреть зрителям. Вообще есть четкие правила. Я не снимаю сейчас мастер-класс. Я просто рассказываю, как это делаю я. Поэтому не судите строго и не требуйте от меня большего. Да, я читала эти книжки по тому, как снимать. Но я общалась же очень много с операторами. То есть какие-то там основы во мне есть. Но я, наверное, настолько ленивый человек, что снимать не люблю. И сниматься тоже в кадре. Но я просто понимаю, что как только я перестаю сниматься, то навык теряется, работы в кадре именно. А я хочу как можно дольше сохранить вот этот журналистский свой навык. Вот. Потом что идет... А, ну да, еще чередую. Крупность кадра. Помимо точки съемки, еще же крупность кадра. Крупная, средняя и общий план. Общий план это вот если бы комната только была в комнате. Общий план. Средний план это там, допустим, одна-две картины, которые за моей спиной висят. И крупный план это, допустим, чтобы разглядеть бисеринки и крестики одной из картин. Ну, это что касается картин. У людей... У людей все немножечко по-другому. Крупным планом можно губы показать, глаза можно волнующиеся руки показать. У людей... Ой. И хруст суставов. Ай-яй-яй. Вот, ладно. Это что касается съемки. Это то, что касается того, какие правила я для себя пытаюсь соблюдать. Друзья мои, не совершенно я не хочу выпендриваться. Совершенно не хочу возвышаться над другими вышивальщицами, блогерами. Я не говорю, что я супер-мега тут канал, супер-мега СМИ. Я многому-многому учусь, в том числе и у вышивальных блогеров. Я просто... Обладая некими знаниями, глупо было бы на моем месте ими не пользоваться в создании своих видео. И это все. Все, чего я от себя требую и хочу. Я повышаю планку. Да, вы можете заметить, что вот в девятнадцатом году какие видео были, и сейчас какие видео стали. Во-первых, техника меняется. У меня уже, по-моему, у меня уже третий или четвертый по счету телефон пошел. То есть, из-за блогерства год примерно телефон летит. Год и все. Поэтому приходится выкручиваться, менять телефоны, менять коней. В набережные Челны прибыла съемочная группа фильма «Коней на переправе не меняют». И самый долгий момент для меня это монтаж. Сейчас я сейчас покажу, я монтирую в премьере. Я так понимаю, что многие блогеры монтируют в премьере. Я вот замечаю за блогерами не вышивальными, а, ну, теми, вышивальные-то особо не показывают, в чем они монтируют, а вот обычные, обычные слова-то подобрать, ну, которые показывают свою жизнь, блогеры. Они иногда мелькают, они в кадре, как они монтируют. Вот, допустим, Александр Пилот, который по Индии путешествует, я их смотрю. Иногда просвещаю, что там, да как, и многие другие. И вот, то есть, я понимаю, что, то есть, я понимаю, что для большинства блогеров премьер это что-то, не что-то новое и неизведанное, а это самое обыденное. И мы открываем премьер и начинаем в нем работать. Получается, что у меня уже туда залиты заставки, перебивки всякие, все, все, что нужно для моей работы. Там даже есть некий некий плейлист уже в премьере, я его никуда не удаляю, чтобы использовать вот, побыстрее монтировать, потому что у меня монтаж долго занимает много времени, потому что я всегда создаю много. То есть у меня в премьере не просто дорожка идет звука, у меня много дорожек звука. То есть это мой голос, которому я уделяю очень много внимания. Я его постоянно подтягиваю до определенного одного уровня, чтобы вы меня слышали четко и громко. Потом вторая дорожка у меня это музыка, которая звучит в кадре, иногда на зарисовках, иногда на голосе. Ну, не важно, важно, что вот в нужные моменты, когда я для себя ее прописала, музыку эту. И потом всякие, третья дорожка это всякие звуковые эффекты. Четвертая дорожка в премьере это моно. Ну, стерео, моно, если у вас был кассетный магнитофон, вы помните. Вот. И что касается изображения, у меня тоже не одна полоска изображения. У меня это у меня всегда это трех, четырех, семиэтажное нечто, чтобы одно перетекало в другое. Фотографии над видео, если это без видеофотографии, то подними всегда подложка какого-нибудь леса. Но вы все это видите в моих роликах. Я стараюсь держаться того уровня, той планки, которую я сама для себя поставила. Надо мной никто не давлеет, не заставляет. Я хочу сама расти в этом направлении, хочу развиваться. Я до сих пор, вот на ютубе много уроков по премьеру, я до сих пор их просматриваю. Так вот сколько времени назад я освоила футаж, ну, я как бы его помнила еще с телевидения, но еще для себя еще раз все это изучила и стала использовать в роликах. Это, оказывается, не так сложно в премьере. Ну, вот, я могу вам немножечко показать. Что касается футажа, 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 это просто на видео, дюня, хоть какое-то видео, так, у меня тут даже снежок есть, на видео, эффекты видео, прозрачные наложения и ультра-кей. Мы накладываем на кадр с футажом и там выделяем зеленый цвет. И получается, что у вас на вашем изображении появляется еще какое-то изображение. Но это очень просто, если объяснять. На самом деле не так страшен зверь, как его молюют, не так страшен премьер, как его боятся. Все по видеоурокам можно освоить. Хотя я осваивала офлайн, прям сидя с монтажерами и лезя руками прям в монитор, говорил мне вот этот кадр, вот за этим кадром. Он говорит, нет, нельзя, это не монтаж, но крупный с крупным, надо крупный, дальше какой-то другой кадр. Я выбирала какой-то другой, потому что мне не все равно было, что в моих сюжетах, что я показываю, и мне хотелось, чтобы кадры видео моих сюжетов иллюстрировали то, что я говорю, не повторяли, заметьте, а иллюстрировали. Вот, я даже не знаю, что еще вам сказать по этому поводу. Я буду рада, если мое видео кому-то будет полезным. Также я работаю с голосом, тоже были запросы по поводу этого. С голосом тоже легко работать в плане того, что наш речевой аппарат это физика, это тренировка, это как спорт. Пока мы его тренируем, мы нормально говорим. У меня был такой момент на телеке, что я примерно там после 8 часов рабочего дня, мне еще нужно чуть-чуть поработать, не произношу букву, не букву, звук R. Вот сейчас я говорю R, а в конце рабочего дня нет. Так вот, к нам приезжал специалист из Москвы, с руками просто залезла мне в рот, все исследовала, обследовала и говорит, это лень, это просто лень, с которой я не могу справиться. Вот, все у меня нормально, вот просто я ленюсь, я устаю, там много часов от работав, и мне нужно отдохнуть, чтобы восстановить вот эту вот речевую функцию произношения звука R. Вот такие вот дела. А тренировки речевого аппарата вы можете посмотреть, тоже везде закуглить, в интернете есть. Мы, например, винную пробку засовывали в рот и читали тексты, начитывали много, вслух, не стесняясь, вот даже можно на телеке, идя по коридору, увидеть там 50-летнего журналиста, который будет с этой пробкой идти в тон студию и свой же текст начитывать. Это делается для чего? Это делается для того, чтобы раскрыть рот, потому что дело в том, что когда мы вот так вот говорим, вы же слышите, я даже не могу, у меня рот не открывается, нужно всегда держать нос по ветру, нужно четко открывать рот на гласных, когда вы начитываете текст, когда вы его говорите, это все очень слышно, любое зажимание, и очень часто, особенно, когда мы стесняемся, и у нас скулы сводит, зажимает, и мы не можем, но вот Малышева этим грешит, вот у нее вот так вот все, господи, ну когда я такой стала, ну подтянуть уже все, и, ну, это слышно, а пробка нужна для того, чтобы, хотя у меня нарвотный рефлекс вызывало, я не могу долго не смыкать зубы, пробка нужна для того, что рано или поздно, когда уже рот устал сопротивляться тому, что ему мешают смыкаться, расслабляется полностью челюсть, прекрасно вообще вот движения эти, и вообще, и, и, соответственно, вы лучше произносите все эти звуки, и из того, что я помню, нужно языком проходиться, вот как бы спереди, почистить зубы, провести по зубам сверху и снизу, это эротично выглядит, ну, в кадре, но это помогает тоже растянуть мышцы языка, помогает, очень, кстати, ну, тот, то пошлый человек, он будет пошлым, ну, смеяться над всем подряд, то же самое, упирать язык в щеку, его тянуть, тянуть мышцы и языка, и щеки, и то же самое с другой стороны, а еще с закрытым ртом, ой, я что-то пошла вспоминать, а еще с закрытым ртом нужно перевернуть язык, ну, вот некоторые это умеют, я не умею, перевернуть язык, вот так, получается, ну, попробовать в разные стороны, пытаться, или вообще языком, двигать языком, двигать языком вправо, влево, тренировка, тренировка нужна всегда и во всем, какие-то гаммы мы пропевали, хотя музыкального образования у нас нет, но нам это объясняли, силу голоса тренировали, пытались нам голос занижать, потому что психологи работают в этом плане, людям с низким голосом больше доверяют, и, соответственно, все вот на телике, ну, большинства должен быть низкий голос, чтобы им доверяли, вот такие, я уже, я уже позабыла половину упражнений, я уже позабыла просто половину всего, от чего учила, но я стараюсь, конечно, что-то делать, что-то работать над собой, чтобы не терялся, опять же, навык, потому что мне в блогерстве это все помогает, я даже не знаю, что вам еще добавить, тут мне кажется, я уже надоела вам, особенно, у меня, конечно, поражают комментарии, что я умничаю, меня поражают блогеры, которые извиняются за то, что они что-то новенькое сказали своим зрителям, они просто говорят, вы только не подумайте, что я умная, недавно я услышала это у кого-то из крупных вышивальных блогеров, вы только не подумайте, как так, то, чем нужно гордиться, люди как-то принижают, я не знаю, я не знаю, куда катится этот мир, ну, ладно, ладно, вроде бы рассказала все, что знаю, все, что сейчас вот прям вот, о чем думала, о чем вспомнила, рассказала, так же надеюсь, что вы сильно не будете ругать это видео, ну, сумбурное так сумбурное, как получилось, так получилось, вот так я делаю свои ролики, вот так я над ними стараюсь, в среднем у меня получается за, ну, где-то 40 минут съемка, ну, если считать несколько дублей, сколько, ну, час я буду сценарий писать, час, 40 минут, 20 минут красится, 40 минут съемка, это уже 2 часа, и дольше всего проходит монтаж обычно, на телеке считается нормативами минута сюжета чистого, прям вот, как называется, под ключ минута, снимается час и монтируется, час в это время не входит в написание сюжета, сценария, там, подготовка вопросов к людям, то есть, вот так, минимум 4 часа уходит на сюжет, без текста, на текст в новостях дают вообще сколько потребуется, желательно, прям очень быстро, а тематические программы, вот нам в утреннюю программу давали на сюжет от 2 и до скольки-то минут, 2 часа ровно, не больше, не меньше, ну я себе, конечно, меньше, я приезжала, еще в машине текст писала на коленке, в блокноте, чтобы у меня сэкономить время и в день сделать не один, не два сюжета, то есть у меня как бы прям расписание было плотничком и при этом я могу сказать, что это была настолько любимая работа, что я не проработала на ней ни дня, ну вот такая вот история, потому что когда любишь, ты не когда любишь, ты не считаешь времени, ты не видишь этого времени, оно просто улетает на то, что ты любишь, я очень скучаю сейчас по тому времени, но хотя как скучаю, у меня получается так, что в день бывает по три съемки и два монтажа, это не считая текстов, и у меня полное ощущение того, что я до сих пор работаю на телеке, и до сих пор я просто фигачу от зари до зари, но понятно, что это не каждый день, и когда чем хорошо работать на себя, то, что если у меня приступы очень сильно болят суставы, я могу себе позволить пролежать весь день, ну, так получается, зато в остальные дни вот сегодня я не планировала, но встала, накрасилась и пошла снимать, и это не единственный будет ролик за сегодня, а с вами была Леся из сказочного леса, делайте хорошие сюжеты как можно больше, вы уже молодцы, что делаете сюжеты, но я знаю, что вы можете лучше, я знаю, что вы можете расти в любом направлении, не только вышивальном, ну, что ж, всем пока! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин